Вы являетесь проводниками тех реформ, которые проводятся. Они проводятся не только администрацией города, региона, прежде всего они проводятся на федеральном уровне. Основная задача тех реформ, которые проходят, Оксана Александровна постаралась их достаточно четко довести. Прежде всего, конечно, это выполнение указов президента. Но в указах президента сказано не только о повышении уровня дохода наших бюджетников, но говорится и о повышении производительности труда. Мы вынуждены считать деньги. И когда мы начинаем считать деньги, то мы перед вами открыты. Мы можем показывать те требования, которые предъявляются к нам. И мы пытаемся найти решение этих вопросов совместно с вами для того, чтобы получить результат. Это, прежде всего, конечно, повышение зарплаты наших учителей, повышение уровня образования. Но без совместной работы с вами у нас просто ничего не получится. Поэтому я тоже очень просил бы всех не отсиживаться. Если есть вопросы, которые вы хотели бы обсудить публично, подчеркиваю, публично, давайте мы эти вопросы сегодня обсудим. Продолжится ли у нас в городе работа по патриотическому воспитанию молодежи? Активно приняли участие в бессмертном полку. По численности, принявших участие на количество жителей в городе, мы, конечно, самые многочисленные, потому что почти 120 тысяч человек принял участие в этом шествии. И действительно, ведь никто никого не сгонял. Все приходили по своему желанию, и такой внутренний подъем был. Поэтому, конечно, вопрос патриотического воспитания во многом зависит. Памятники, всевозможные книги, которые мы издаем о наших великих воинах. Это очень важно. Но еще важно, чтобы мы все-таки организовывали какие-то подобного рода мероприятия, в которых каждый человек, начиная от малого до великого, принимал участие. Занимаемся созданием монумента «Летчикам-героям». То есть монумент, который у нас построен на въезде в город, по Московскому шоссе, он, соответственно, на нем будут увековечены имена всех почти 2500 летчиков-героев Советского Союза, которые получили это звание, будут увековечены на этом монументе. А внутренняя часть монумента, она стеллобатная часть. Мы сейчас вот подумали и хотим предложить всем тулякам, да не только тулякам, а жителям области, мы хотим сделать книгу памяти области, чтобы все, кто погиб во время Великой Отечественной войны, кто принимал участие во время Великой Отечественной войны, как фронтовик, как участник боевых действий, всем труженикам тыла, всем узникам, хотим сделать по районам. И вот мы хотим сейчас эту книгу памяти сформировать. В ближайшее время мы у нас на портале запустим такой ресурс, чтобы каждый мог имя своего родственника включить. И дальше по районам мы сделаем такой интерактивный музей, куда можно будет войти и, соответственно, найти имя своего родственника. Мы вот очень всех призываем, чтобы вот к этой акции сейчас уже все подключились. И то, что сейчас создастся наш центр, ну это просто юридическая формальность. Мы давно уже работаем в этом направлении. Сильные школы в Москве, они смогли школы, которые чувствовали себя менее уверенно, подтянуть. Это, кстати, не зависит от возраста директора учреждения. Ни одна должность педагога сокращена не будет. Поэтому сейчас у нас 950 учреждений. 975 всего. Юридических лиц, правильно. Вот после тех мероприятий, которые мы проведем, у нас будет их 662. То есть реально, на самом деле, никакого массового перехода нет. И речь идет, скажем, речь идет прежде всего о создании таких центров в рамках, ну скажем, шаговой доступности. Уважаемые коллеги, я, во-первых, хотел поблагодарить вас всех за активное участие в подготовке и проведении празднования 70-летия Победы, потому что каждый на своем месте сделал очень многое. Но еще хотел попросить. Город, в котором мы живем, это наш город. И если мы будем думать, что кто-то за нас приедет, я не знаю, там, убирать мусор, ремонтировать дороги, ухаживать за нашими ветеранами, за нашими детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации, это иллюзия. Все, что мы можем делать, это мы должны делать сами. Поэтому я, вот те результаты, о которых сегодня докладывали и глава администрации города, и его заместители, действительно очень хорошие результаты, тенденции очень хорошие. Во многом это благодаря тому, что мы видим, что мы работаем вместе и работаем на улучшение жизни в нашем городе. Но думаю, что нам еще очень многое предстоит сделать, и я очень рассчитываю на вашу поддержку, которую ощущаю каждый день. Спасибо вам большое. Всем хорошего вечера.